Жень, слышно меня? Да, хорошо слышно. А меня? Да. Всем привет! Сегодня имею честь общаться с одним из моих студентов, и это первый студент из Украины, кто сделал за два с половиной месяца, правильно, Жень? Да, скорее всего, за два. Более 100 тысяч долларов в продажах на его магазине, после того, как мы начали работать вместе. Я очень рад этому звонку, и хотелось бы, действительно, чтобы ты поделился опытом и вообще рассказал о своем пути, и самое главное, какие важные моменты, аспекты ребята, которые планируют, наши ребята с СНГ, не только с Украины, с Россией, Казахстаном, Узбекистаном и каких-либо окружающих стран хотят, и какие подводные камни на пути встречаются. Понятное дело, насчет Фейсбука мы поговорим, что самая основная проблема, в принципе, по всему миру, не только у нас. И хотелось бы все-таки, чтобы это было полезным контентом для ребят, которые действительно это просмотрят. Нормально, Жень? Да. Отлично. Давай начнем с того, когда ты начал, почему ты начал, чем ты занимался ранее и куда ты сейчас идешь? Смотри, у нас, на самом деле, в Drop это у нас второй заход такой. Мы с партнером туда пытались нырнуть где-то года полтора назад, потратили точно кругленькую сумму, которая там перевалила уже 10 тысяч долларов. Мы пробовали кучу разных подходов, смотрели там какие-то бесплатные обучения, брали платные, дорогие обучения. Я там не буду там фамилии называть, но, короче, у нас не получалось. У нас прошло порядка там 100 плюс продуктов, и мы никак не могли найти винер, и, по сути, мы очень хорошо разобрались, что такое фейсбук, какие-то фрагментарные продажи начались получать. Мы хорошо разобрались зато в продукт ресерче, и после этого приняли решение, что мы поставим пока на паузу дропшиппинг, и перешли в страны СНГ, и уже на понимание, что такое хороший продукт ресерче, какие есть товары, где их брать в большом количестве, эти вот новые, интересные и так далее, мы достаточно легко, ну, очень легко зашли в Украине вначале, потом, конечно, другие со средней страны, и очень активно начали продавать в Украине и в ближайшем зарубежье, но, по сути, все равно у нас сидело вот это вот желание зайти в дропшиппинг, потому что мы занимаемся там трафиком, да, а если мы говорили о Украине, то это был и полноценный товарный бизнес, и нам нужно было и закупать, и продавать. В общем, мы сидели на таких двух очень скользких стульях, да, вот, поэтому после чего мы, честно говоря, сейчас уже поставили на паузу все работы в Украине, потому что стало совершенно неинтересно этим заниматься, очень много сил и энергии, в общем, слабый выхлоп. И мы в начале осени приняли решение зайти опять в дроп. Мы чуть-чуть сделали это хитрее, чем в первый раз. Мы зашли в... мы начали не идти в US или там Worldwide, мы начали заходить в одну конкретную географию, которую мы хорошо знаем. И я не могу по определенным причинам говорить, что это такое, что за страна, но по сути мы зашли чуть-чуть с хитрецой, да, но начали продавать, начали пытаться что-то продать на этом рынке. Нам повезло, что нам должно было уже повезти на какой-то там 100+, какой продукт, который мы тестировали в формате дропшитинга. Мы нашли первый продукт, который начал заходить в плюс. Для нас это вообще было как какое-то открытие, как это вообще. Это не только на скриншотах, где-то там бывает. И поэтому мы начали... Да, да, то есть ты кадришь эти нотификации там, и да, это классно. И после этого мы начали думать, как это все более системно делать, как двигаться к более интересным цифрам, но как из этого пока очень шаткого механизма сделать что-то более такое устойчивое. И тогда кого-то нас может не в формате какого-то удаленного видеокурса или как-то что-то там по верхам подсказать, а кто-то сможет нас регулярно контролировать и в каком-то понятном для нас формате, с какими-то заданиями, домашками, как угодно, там можно назвать, да, сможет нас взять и вести по этому, пока нам не очень понятному пути. То есть за эти там три месяца, которые мы работаем, все стало намного понятнее. Я уверен, что оно до сих пор еще непонятное, но все равно намного понятнее. Да, мы начинали, в общем, по сути, когда встал такой вопрос, то я обратился к тебе, потому что был подписан на инстаграме, вот, и, короче, ну, очень как-то хорошо ТВФ разошел как раз в нашу потребность. Знаешь, это было не просто там, а давай попробуем, а это уже было конкретно некая потребность у нас на тот момент, и мы стартнули, если я не ошибаюсь, это в начале декабря. Вот, и, по сути, сейчас уже это получается три месяца, да, и вот, собственно, так мы пришли к дропу, да, так у нас был один заход неудачный, и сейчас мы, там, ну, благодаря тебе, очень стараемся не сильно расшатываться, а идти вот в одном направлении, и каждый день улучшать каждую маленькую цифру, каждый маленький, там, какой-то этап, и это дает свои плоды, ну, дальше, там, по цифрам расскажу. Приблизительно знаешь на сегодняшний день общая сумма, сколько вы смогли сделать за эти, грубо говоря, пять месяцев, два месяца до меня, или три месяца со мной? Ой, сейчас, не знаю, я могу, если быстро, быстро-быстро-быстро-быстро, сейчас я прям файл открываю, вот за прошлый месяц мы сделали в продажах 86-700, это прошлый месяц. За прошлый месяц, ага. Да, это вот, ну, это уже почти six figures, даже за один месяц, то есть в этом месяце в марте мы ее поборем, вот, и у нас есть желание, там, выйти на профит на тысячу долларов в день, это для нас такая ачивка, мы к ней много раз подбирались, там. Да, мы к ней, мы сейчас к этому, по профиту мы сейчас подойдем к вопросу, а сколько было, сколько было максимально ревеню, вот, первые два месяца, когда вы начинали до тренинга, то есть сколько у вас выходило делать? Слушай, ну, там было совсем плохо, вот я смотрю на этот, у нас в ноябре было чуть-чуть больше трех тысяч, то есть у нас такая штука, мы с ним... За месяц. Да, за месяц. У нас ревеню было, это было, пардон, это было профит 3 тысячи, а ревеню было там чуть больше 20, но скажу тебе так, судя по тому, что какой профит я тебе озвучил, ты понял, что у нас была очень, ну, такая шаткая ситуация, я смотрю даже отчет по дням, у нас где-то минус, где-то плюс, ну, то есть это было, скорее всего, этот профит был больше благодаря тому одному продукту, который мы нашли в начале, да, и первые дни нам давали какие-то положительные цифры, а вот там в последние дни, я вижу, там уже даже было больше минуса, чем плюсов, поэтому, да, это была такая очень сырая история, вот, поэтому, мы вроде бы и на продавали много, но толку с этих денег было не очень, поэтому. Ну, да, понимаю, чаще всего проблема со всеми, это именно сторона прибыли, то, что я пытаюсь каждый раз объяснить, и я, как вижу, ты это понял, поскольку мы с тобой очень общались много по поводу разных апселл, в котором тоже вернемся к этому разговору, но самое главное, что получается на данный момент за несколько месяцев у вас выросла даже оборотка, получается выручка с 20 тысяч в месяц уже в 5 фигур, то есть более 100 тысяч, вот на сегодня на этот месяц вы планируете превысить это, правильно? Да, 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 у нас будет, будет стопроцентно больше сотки уже. Блин, я прям реально хоржусь с вами, потому что быть частью, когда вот у наших парней получается, я помогаю многим людям из Германии, из Австралии, из Англии, из Америки, то есть это основные рынки, но когда наши парни начали обращаться, и вот получается успех, это, ну, это очень, это невероятно круто, я раньше даже не думал, что я буду с кем-то из наших работать, потому что даже не догадывался, что у нас есть столько вот талантных парней, потому что реально, ну, вот она, то есть ребят, просто проблема или с бюджетом, или ленью, тоже такое присутствует, или просто недопониманием, или это не ихнее, но, офигеть, я реально рад слышать вот эти вот цифры, которые ты озвучил, я даже сам это не знал, я думал, что у вас там в общей сложности сто с копейками, а тут окажется 100 тысяч плюс в месяц, я горжусь с вами, парни, молодцы. Хорошо, расскажи, пожалуйста, поподробнее. Это наша такая совместная работа. Что? Ну, это наша больше там совместная работа, да, и я тебе скажу, что если я посмотрю на цифру, допустим, там по, она, знаешь, она не выросла, как будто бы там по щелчку, там, это не просто бы добавили там бюджета, то есть, по сути, мы у нас такая одна сильно упоротая, мы сделали такую огромную таблицу, где там все, что только можно, это там и процент рефандов, и маржинальность, и профит на один заказ, и так далее, и мы видим, что эта цифра, она очень постепенно растет, то есть, каждый из них, и поэтому оттуда все это складывается, то есть, это не то, чтобы там, то есть, если кто-то там думает, что это такое, там, скриншот в фейсбук-группе, где там, вот мой миллион, и так далее, ну, там, история чуть-чуть другая, это, скорее всего, делается на том, что докручивается каждый маленький показатель, и оттуда уже есть какой-то результат, вот, поэтому никакой магии нет, да, нету, нету такого такого, знаешь, щелчка, когда там, в один месяц мы радуемся, что у нас маржинальность там 8%, и там 3 месяца у нас может быть 15%, и мы, ну, и это такой, длительный путь, то есть, это вопрос там работы и с средним чеком, и с продуктами, которые запускаются, и с бэкэндом, ну, короче, это такая не всегда интересная работа, и мало, наверное, кто о них будет говорить, потому что это такая местонудноватая, сложная, и вот такая не вау работа, да, но она дается и полная. А какой у вас сейчас идет процент профита с выручки, если брать средний? Смотри, ну, у нас просто такая штука динамичная, у нас вот за последний месяц было почти 17%, а за январь было чуть больше 12%, ну, то есть, мы там сильно корректируем его. Мы просто начали, как бы, из, знаешь, из тех, как бы, вещей, которые мы делаем, мне кажется, в правильном направлении, мы, может быть, не все делаем правильно в деталях, но мы очень много тестируем, то есть, мы построили целый процесс для того, чтобы было много тестов разных, не только тестов продуктов, но это тесты линейки продуктов, апселлов, это тот ретаргетинг, который ты дал, да, там, это огромная просто, ну, короче, огромная машина для выкачивания и дожимания клиентов, и, по сути, то количество тестов, которые мы делаем, мне кажется, позволяет нам, ну, расти, потому что, если бы мы ковырялись бы, как мы это делали, там, в декабре с одним или двумя продуктами, ну, особенно понимая, что мы работаем на, не на World Wide рынке, то он все равно выгорел бы, ну, потому что нету такой большой емкости, и нам бы пришлось, ну, невесело, поэтому в этом плане, мне кажется, что я даже по себе знаю, что даже, когда ты что-то говоришь, попробуй сделать вот это, а у меня уже к нему есть какое-то предвзятое отношение к этой вообще идее, как там, какой-то там ретаргетинг, да, и он длительный, нудный, вот, то, но все равно нужно делать, вот если, допустим, кто-то там с тобой, да, тут важно как бы отключить свое, свое впечатление, да, просто делать то, что тебе говорят, и когда ты видишь, что там через там неделю, две, полторы, у тебя какая-то там цифра, какой-то процентик, то очень сильно может влиять на абсолютную цифру, ну, твоей прибыли, но в этом плане, да, и в этом вопросе, мне кажется, тут очень важно, ну, количество действий в единицу времени, да, то есть не стопориться и не тупить, и даже если ты тупишь, то лучше делать много всякой тупости, да, какой-то там, условно, что-то там из этого сработает, что-то там можешь масштабировать, поэтому мы примерно таким путем идем. да, хотел бы подытожить это все насчет именно прибыли, то есть прибыль идет, вот было 12-17%, я хочу объяснить для людей, кто будет смотреть, у парней специфический рынок, то есть они не идут просто на западный рынок или World Wild, у них за счет не такого большого количества населения, как World Wild, им приходится расширять линейку продуктов гораздо быстрее, чем всем остальным, и они все время находятся в процессе тестинга, если у них не было бы этого процесса тестирования, маржинальность была бы, прибыльность была бы наверняка выше 20%, но в данном, и то, как видите, 12-17% и сейчас будет расти, потому что они начали работать, это то, что мы начали прорабатывать буквально до конца января и выше, это апселлы, это фоллоуап по имейлам и это те же ретаргетинг, которые, да, как ты правильно сказал, очень нудная вещь, но которая, как я понимаю, вы ранее не применяли, правильно, ретаргетинг вы вообще ранее не применяли? Скажите, вы применяли, но в очень таком скудном формате, то есть, мы его применяли, там, ну, это было, там, 5-7% от того, что ты показал. Да, вот я помню, я понял, ты скинул мне видео, да, извини, я понял, ты скинул, мне отправил мне видео, где было 100 копейками потрачено, когда ты уже применил ретаргетинг, и 800 обратно сделано, то есть, вот эта вот сила ретаргета, о которой я говорю людям, они просто не слушают, они просто, ну, пропускают мемошли, и я теперь наверняка догадался, почему, теперь я буду по-другому об этом говорить, из-за того, что это, вы считаете, что это нудно, и все люди, кто считает, не видят ценность в этом, это, это хорошо, хорошая информация даже для меня, теперь я понимаю, слушай, я тебе скажу, да, я когда даже делал эти аудитории, то есть, я даже с одним продуктом, у нас один продукт, который там сейчас хорошо заходит, и есть смысл так сильно с ним заморочиться, да, и я просто, когда делал, вот эти вот аудитории, да, а потом я еще делал вот лукаваки, как ты рассказал, там, по дням, потом по процентам, все срезы, то есть, я пытался на это просто один день, на то, чтобы просто сидеть вкладке аудиенса, да, ну, это, ну, малая интересная история, да, но после того, как я вот сейчас запускаю все это по какому-то фреймборку, который в том числе ты помог мне нарисовать для нашей ситуации, то я вижу, что просто, ну, по сути, я могу делать 50% профита в день, просто на одном продукте, который вот, ну, очень хорошо распланирован с точки зрения холодного трафика, теплого, лукалайков, потому что мы там уже к ним подобрались, так как мы уже там перечислили всю эту аудиторию вдоль и поперек интересами, вот, поэтому эта штука, как это, не очень красивая, ну, не очень такая увлекательная, но она дает свои плоды, поэтому я очень рекомендую вот к ней прислушаться, потому что мы с нами, особенно в плохие дни, когда мы знаем, где мы работаем, это в фейсбук, да, где может просто почему-то сегодня там не заходить, какой-то товар, то всегда ретаргетинг, который собрал дату там за неделю, за 30, не за 14, когда это был качественный трафик, то он может вам просто по-теплому пройтись и выровнять вашу ситуацию, или вообще вывести в какие-то хорошие цифры. Да, да, супер, ретаргетинг это то, что обязательно, потому что оно в конце приносит, как на моем опыте, то, что я всегда вижу, это от 40 до 60 процентов продаж, в зависимости от продукции самой, но в любом случае, это потеря огромной суммы денег, которые люди просто оставляют позади, а тем более, это lifetime value человека, то есть, это человек, клиент будет еще раз и еще раз покупать у тебя новую продукцию, то есть, соответственно, меньше нужно будет искать людей извне и просто выкрутиться с клиентами, которые уже знают твой бизнес. Это, это одна из самых важных, я думаю, вещей. Это не просто сделать дополнительную прибыль или дополнительные продажи, это просто держать уже теплые лиды, которые у вас есть в вашей нише, в вашем магазине и крутить вокруг них все офферы, запускать офферы, вот это давай, вот, кстати, да, расскажи, пожалуйста, во-первых, на каком вы были ежедневной прибыли до начала, да, и какая прибыль ежедневная сейчас, с какой вы прибыли стремитесь, да, ну, я не хочу, можешь не называть конкретные цифры, я имею в виду прирост, чтобы это был понятен, и также... ну, я могу сказать, да, говори, пардон, просто задержка, я иногда думаю, что ты договорил, задавай вопрос, Мастя, да, и также, вот, что конкретно вы применили по шагам, чтобы эти цифры изменились, вот, ты бы заритарили, не только что рассказал, и расскажи, так же, по бэк-энду, по всему, то, что мы обсуждали, да, и ты применял на практике, когда я давал домашние задания, вот эти вот моменты тоже, расскажи, что доведите ребят, смотри, я просто вот сейчас возьму, у меня прям, наш, как я говорю, упоротая таблица, она прям перед глазами, вот смотри, в месяце, первое месяце, когда мы были без тебя, это был наш первый такой заход, мы в среднем в день делали профита, ну, там, чуть больше 100 долларов, это вот то, что было, и вот то, что было за февраль, это уже больше 500, ну, то есть, это за, по сути, три месяца работы, вот, пять раз получается, да, и мы, собственно, стремимся к тысяче, вот, и нам очень хочется делать это в марте, мы хотим, возможно, не выйти на средние тысячи, но увидеть тысячу уже мелькающий, изо дня в день, потому что, ну, короче, очень нам хочется это увидеть. Из того, что не было, мы жестче внедрили смс, маркетинг, да, то, что я еще не говорил, причем, ну, такой, не знаю, лайфхак, возможно, это для кого-то очевидно, но я убедился, что это работает прям супер, все знаем, что смс, это в некоторых регионах они дешевые, а в некоторых они дорогие, но у нас так получилось, что наш регион, это не самый, ну, не самый дорогой, но не самый дешевый, и нам как-то очень стало больно тратить много денег на смс, и я решил сделать хитрость, думаю, что будет, если я текст максимально сокращу до того, что, типа, ты забыл, иди покупай, а не уберу там всякие здравствуйте, там, там, имя, вы там, были на таком-то сайте, убрал, в общем, все прелюди, и написал такой просто cool text, знаешь, как кнопки, вот, вот, у меня начал работать, начали работать, вот эти вот, обменный чек-аут смски, ну, примерно там, на 35-40% лучше, по ним начали кликать, я получил вчера, кстати, отчет о том, что у меня средняя кликабельность, я не знаю, это может быть какой-то баг, ну, это похоже на правду, у нас кликабельность практически около 100%, это потому, что они кликают по, это сила смс, да, они кликают часто, по несколько раз и так далее, поэтому смс-маркетинг, это вообще то, что работает, ну, скорее всего, даже лучше, чем имейл-маркетинг, особенно на рынках, где имейл, это не такой популярный, там, способ коммуникации, как, допустим, на западных рынках, мы подключили, кстати, я долго там парился, с Клэвио, он почему-то там у меня эти, обэнер-чекаут имейлы, ну, короче, как-то он их не конвертил, пробовал по-разному, тоже лайфхак, для меня лично работает сейчас, мы просто включили обэнер-чекаут, стандартные, шапифайны, обычные, стандартные, и они работают просто, ну, супер, 7% отправленных имейлов, закрывается, причем, я думал, что вообще там в этой стране не считают эти имейлы, но оказалось, что оно работает, прям, вот, мне даже пишет, шапифай, что, слушайте, вы пришли к среднему значению по всему миру, то есть, условно говоря, я понимаю, что мы настроили нормально, и это работает, поэтому, это то, что нужно обязательно делать, да, по бэкэнду, по бэкэнду, после ретаргетинга, нужно, опять-таки, если вы много тестируете, то нужно делать ретаргетинг по категории, то есть, зашли на ваш какой-то винар, делайте ретаргетинг на всю категорию, на какие-то смежные, похожие продукты, иногда, ну, у меня такое даже есть, что у меня есть продукт не виннер, но почему-то, когда я делаю ретаргетинг на тех людей, которые уже посещали, либо покупали другие продукты, он заходит очень хорошо, поэтому, ну, скажу так, не нужно выбрасывать в мусор, все то, что вы делаете, не заходит, и забывать, если у вас можно создать какие-то категории, если даже это general store, да, то всегда можно там собрать категорию, там, не знаю, там, домашние животные, там, уход, косметика, health care, ну, что-либо, что можно ретаргетить, и это дает деньги. Я, кстати, вот посмотрел на прошлый месяц, просто для интереса, что вот такой ретаргетинг дает, ну, он дал нам в прошлом месяце больше, сейчас скажу точно, ну, он дал больше 2000 долларов, просто вот потратив какие-то копейки, да, мы просто догнали людей похожими продуктами, поэтому эта штука очень полезная, вот, поэтому этим тоже не нужно пренебрегать, и, по сути, ну, по сути, наверное, вот такие три пока столба, вот, из того, что мы сейчас планируем делать, мы хотим, с этого месяца, ну, ты знаешь, как я тебе рассказывал, мы хотим некоторые ниши выделить в отдельные, в отдельные стороны, да, и там уже мы обкатали, на этом магазине по чуть-чуть, и смс-маркетинг, не только по Abandon Checkout, но и по рассылкам, да, и будем бабить уже полностью по нише, бабить имейлами, и всякими викли-дилами и так далее, то есть мы хотим, ну, скажем, попробовать все возможные вариации, как увеличить и LTE, ну, и средний чек в том числе, вот, поэтому планы вот такие, то есть планы сейчас нарастить и объем, и немножечко диверсифицироваться, уйти в разные магазины, ну, то есть для нас это, ну, как бы, крайне... персонала или финансов, или нужно быть готовыми к холдам каким-то, то есть вот какого рода трудности на этапе такого рода скейлинга за короткое время, в период времени? Смотри, ну, можно всегда начать с классики с Фейсбука, который может, особенно в последнее время там, чего-то подбанить и так далее, ну, тут как бы, мы уже опытные бойцы, мы, естественно, заливаем трафик не с одного аккаунта, даже не с пяти, и у нас это, ну, сделано грамотно, то есть для нас не... нам не страшно, то есть если на что-то одно забанится, у нас не упадет все, упадет какая-то маленькая часть, поэтому Фейсбук это, ну, как бы сложность, и да, я скажу, что, допустим, в декабре мы были не настолько диверсифицированы, и какой-нибудь бан нас, ну, сильно нам бил по рукам, и... но сейчас мы, скажем так, разнесли все это по разным бизнес-менеджерам, по разным... он-пейджам и так далее, сейчас хотим еще идти на разные стороны, и это, собственно, вообще сделает нас такими малоуязвимыми с точки зрения Фейсбука, то есть одним махом такого уже не получится. Потом трудности были по... ну, как сказать, была трудность такая, что, когда у тебя, допустим, что-то зашло, да, какой-то винар, и ты хочешь его скеллить там в космос, то тебя нужно понимать, что нужны какие-то оборотные деньги, да, и в нашем случае у нас были какие-то препятствия, когда мы хотели поскеллить, но нам приходилось считать, потому что есть куча всяких операционных расходов, типа команды, ВИИ и так далее, какие-то, возможно, налоговая нагрузка, которая есть в каком-то там, в какой-то стране, или какие-то выплаты, поэтому это то, что нужно считать, вот. Ну и, собственно, не могу сказать, что это проблема, но мы пришли к тому, что нам нужно растить команду, вот сейчас мы занимаемся тем, что мы строим команду для своего, полностью под этот процесс, где будут люди, которые занимаются и продукт-пейджами, да, люди, которые будут заниматься соцсетями, моделированием, комментарием, контентом, и с кастомер-саппортом, что, в принципе, скорее всего, самая такая большая проблема, поэтому, вот, по сути, мы строим команду вот в таком ключе, и это, ну, такой тоже челлендж, потому что очень сложно найти, ну, то есть, скорее всего, нереально найти кого-то с понятным, хорошим опытом, особенно в нашем, для нашей ГИО, да, может быть, допустим, если я знаю, что на World Wide есть страна Филиппин, что-то умеют уже, да, так или иначе, то в нашем случае мы это делаем все from scratch, и это не удается легко, и я, допустим, у меня, по-моему, уже третий сотрудник, который занимается подготовкой продукт-страниц просто, да, то есть, я ему даю продукт, он ее, то есть, даже это, казалось бы, простая задача, да, но правильно презентовать продукт, это, ну, нужно иметь какую-то, там, чуйку и какое-то понимание, да, то даже с этим приходится много работать, и, условно говоря, когда, допустим, в декабре мы могли там скелиться, и трафик, это была самая задача, и мы с тобой созванивались и говорили про кабинет, и так далее, то сейчас задача это найти людей, записать им видео о том, как нужно что-то делать, как не нужно что-то делать, дать им фидбэк, собраться на какой-то там ежедневный митинг короткий, для того, чтобы понять, что кто делает, вот поэтому это проблема, это не то, чтобы идет как по маслу, вот поиск команды, да, но потихонечку, знаешь, как такой грубый камень обчесывается, и такими шешками этот модуль уже вот собирается, чтобы это была команда, которая может делать результат, потому что в нашей конкретной истории, когда у нас много продуктов, да, много сторов, и очень маленькая емкость рынка, нам нужно очень быстро бежать, да, на нашем, на нашем маленьком кругу, нам нужно вот, просто челночить очень быстро, поэтому, это, скорее всего, сейчас, она может звучать, типа, странная проблема, ну, какую команду найти, и так далее, ну, на самом деле, это, даже для нас, там, с опытом работы с большими коллективами, это не очень простая задача сейчас, поэтому, это то, с чем сейчас боремся. Супер, да, вот это очень важно понимать, что, как люди, ну, я скажу, со своей стороны, очень много людей пишут, просят помочь, то есть, когда идет общение на том, стоит мне работать с человеком или нет, у меня есть тоже свои правила, которые я просто отбираю тех людей, с которыми действительно возможно работать, которые готовы слушать и принять, применять то, что ты говоришь, потому что некоторые люди реально приходят с такими вопросами и ответом, хочу делать миллион уже завтра, то есть, вот, на твоем примере тут можно сразу, наконец-то, дать подтверждение того, что это невозможно сразу, но невозможно, и самое главное, вот, ответь на такой вопрос, который, в принципе, уже предсказуемый, без команды, ты бы мог дойти до этого этапа, где ты сейчас? Нет, я тебе скажу, вот, наша история такая была, что, вот, в ноябре, я, стартовал вообще сам, ну, партнер занимался Украиной, там, занимался этим направлением, вот, вот, цифра не очень, как бы, воодушевляющая в профите и в, как процентах, так и в общем, там, пару тысяч долларов, это то, что я бы мог делать, наверное, сейчас сам, то есть, больше бы я, наверное, мог бы там прыгнуть где-нибудь там на усилии воре, но без команды здесь очень сложно, то есть, не нужно воспринимать дроп, как, ну, как, какую-то такую, ну, просто я знаю, что, вот, и тоже в куче групп состою, вижу, что все пытаются кучиться только этими скриншотами с Shopify, где кто-то там налил тысячу ордеров с минус там 20% маржи и все довольны, что вот я там, я сделал, задавайте мне вопросы, я вам сейчас даже расскажу, как это, но суть в том, что, да, суть в том, что, ну, бизнес, который вот, как мы его пока видим, да, может быть, мы сейчас еще не все видим, но даже та наша таблица, которая, ну, похожая, знаешь, у меня вот монитор 15, я его скроллю по резонтали, влево-вправо там, ну, у меня много скроллов, чтобы понять вообще, что произошло вчера, да, да, там были какие-то цифры, и вот каждый из этих, вот каждый из этих столбиков, ну, огромная работа, кто-то работает над refund rate, да, это customer support, кто-то работает над рекламой, чтобы потратить меньше, заработать больше, кто-то работает над средним чеком, он думает о бэкэнде, да, то есть, ну, огромное, или, допустим, кто-то думает о том, чтобы, как, допустим, ситуация с Китаем, да, с Новым годом, который затянулся у нас за коронавирус, да, вот, допустим, у нас был февраль очень веселый, когда, ну, по сути, мы месяц не могли ничего отправить, и это огромная нагрузка на customer support, и важно, ну, сделать как можно меньше refund, поставить клиентов довольными, спокойными, да, и то, что мы с тобой прорабатывали, когда у нас были целые итерации писем, людям, чтобы они понимали, что мы не какой-то там фрод и так далее, то есть это, ну, большая работа, которую, ну, после записывать, когда будет продавать вам, что дропшиппинг это, ну, что дропшиппинг это вот всего лишь там налил трафик и нашел трубок, да, то не все так просто, поэтому, если, допустим, думать об этом, как о бизнесе, который может работать долго, расти и приносить какую-то понятную прибыль, то без команды вообще нереально, и я согласен с тобой, что у меня тоже было когда-то желание, когда там, о, дропшиппинг, типа, деньги там очень простые, быстрые, мы на это смотрели тоже плюс-минус такой же призмы, но когда мы потратили кругленькую сумму и слили все в опыт, давай так назовем, не просто в молоку, получили какой-то опыт. Очень хорошо сказал, в опыт, в опыт. Не все это понимают, не все это понимают. Да, но мы, ну, как бы не увидели этих коры натификации, и по сути не случилось это чудо, я думаю, что даже если бы оно случилось, без, все равно без вот такой системы с с командой, ну, это было бы крайне сложно, потому что помимо трафика и продукта есть еще, знаешь, это же только вершина Айнберга, поэтому здесь, особенно если хочешь идти дальше, чем там пару тысяч долларов и строить на этом что-то больше, чем там даже тот же друг. Мы об этом тоже думаем, но это пока на паузе, пока делаем то, что делаем. Правильно, правильно. И тут самое главное, когда человек заходит и у него получается делать пару тысяч, как у любого, сущность любого человека, он не хочет на этом восстанавливаться. То есть, соответственно, важно понимать, что действительно полный сетап бизнеса, то есть, это вот эти вот бэкэнды по ретаргетингу, по смс, по имейлу, апселлам и в том числе постройке командов, это реально два состоящее таких важных звена бизнеса, где просто человек обязан работать над этим, если он хочет расти, если даже так. Есть такое понятие, если ты, тут два варианта, или ты проваливаешься и падаешь, или ты растешь, потому что или ты проваливаешься, или стоишь на месте, или растешь, когда ты стоишь на месте, ты проваливаешься со временем. То есть, вот эта вот нижняя грань, которая называется, стоять на месте, было бы неплохо держать эти три тысячи долларов, оно не получится, потому что ты все равно начнешь проседать и падать. То есть, тут два варианта, или постоянно расти, или ты в любом случае упадешь. И вот люди, когда начинают видеть всю картину, понимают сложность, они просто выкупают для себя, хочешь ли ты этим продолжать заниматься, это твое или нет, или ты лучше с этим навыками, если ты опять-таки тоже правильно поймешь и осмыслишь, или возьмешь эти навыки и пойдешь на какую-то компанию, значит, поможешь им заработать денег, и будешь сам зарабатывать неплохо. То же, что люди не понимают, потеряв деньги в Фейсбуке, не закончился бюджет, и они потом говорят, это все не работает, или это все скам, или это не работает для меня, дружище, ты наработал себе такой опыт, который может тебе окупить эти потерянные деньги буквально за пару месяцев, если ты просто обретешь это все, обернешь это все в правильное направление. Я пытаюсь сейчас, моя задача, кстати, многим парням донести, что если даже ты видишь, что для тебя это не работает, у тебя ограниченный бюджет, возьми, конвертируйте свои знания в заработок денег, то есть помоги другим людям построить веб-сайт, потому что у нас столько крутых парней, которые умеют строить невероятно офигенные лендинги, я на Западе такого не видел. То есть реально, возьми, построй кому-то веб-сайт, даже за бесплатный или за маленький чардж, потом начни понемногу за это брать деньги. Возьми, у тебя есть навык еще из Фейсбука, помоги кому-то в плане с настройкой рекламы вместе с ним сядь, партнера себе найдешь в таком плане, копирайтинг и так далее. То есть вот это вот, когда люди видят это все, я просто к чему это говорю, хочу смотивировать парней в том и девчонок, кто заходит в это. Если вы где-то просели в прошлом, это не означает, что это для вас не работает, вы просто, может быть, закончились у вас деньги. Ну а теперь конвертируйте то, что у вас получилось или не получилось, те знания, конвертируйте это в работу, которую вы можете устроить на какую-то хорошую компанию или даже фрилансом на разных веб-сайтах подрабатывать и сделать из этого потом собственный бизнес. Это действительно то, что люди плачутся, у меня нет денег, у меня закончились деньги, так не сиди на жопе ровно, правильно? Ну вот, ты не так считаешь. Я согласен. Еще знаешь, что вот мне всегда тоже, вот я вспоминаю эти все красивые криншоты в соцсетях и что еще важно и то, на чем, на самом деле, мы с самого начала хорошо поработали, сразу правильно считать вашу маржинальность. Потому что, допустим, если в нашей ситуации мы в Украине сидим, у нас есть налоговая нагрузка в компании, куда приходят деньги, у нас есть налоговая нагрузка всяких там трансляционных банков, у нас есть налоги в Украине, да, если вы хотите работать в белую, либо, ну, не важно, как вы хотите, это уже ваше дело, да, как работает, но нужно всегда посчитать, вот сколько ты получишь кэша вот на руки, поэтому я понял, даже когда я запустил первый продукт в ноябре и он начал лететь, и я прям пишу партнеру, что типа ads потрачено, там, условно, говоря 100 долларов, cost of goods там 200, а там продажи на 500, и он, и типа вот у нас profit 200, но на самом деле, когда мы посчитали, ну, это было для меня очень таким больным ударом, правда, это хорошо было в самом начале, я привык к этому быстро, что там осталось минус 200, осталось 100, или может быть из 200 останется 70, потому что есть там какие-то затраты, которые вы не учитываете, но если сразу это все просчитать, то, вот, допустим, мы всегда ведем таблицу ежедневно, то есть у нас там на состоянии 10 утра мы знаем, как мы поработали вчера, уже с учетом всех комиссий, налогов, транзакций и так далее, и вот для нас это очень хорошо работает, мы всегда знаем, что 10 часов информация уже есть, мы можем проанализировать, как мы растем, не растем, да, и если что-то пошло не так, мы сразу операционно где-то заходим и меняем какие-то вещи, если мы это видим, вот, и вот эта штука тоже, ну, забирает какое-то время, но она, скажем так, лениться здесь не получится, да, вот, если вот этого не делать, ждать на обум, что в конце месяца я подобью, там, и все будет классно, такого нет, поэтому лучше вот с профитом, по какой бы схеме вы не работали, арендуете вы у кого-то там, либо вы там, как это там, на Кипре она у вас, в США, в Польше, где угодно, в Латвии, там, в Эстонии, неважно, вы должны понимать, сколько вы получаете вот на руки, потому что все, все истории, когда вы просто с ваших продаж вы читаете стоимость товара и рекламы, ну, это, пардон, далеко не профит, и может быть, в конце месяца очень, как бы, печально посмотреть на то, что ты думал, ты заработал 30, а на самом деле ты заработал там 12, ну, потому что, поэтому это то, что важно. Это очень важно, особенно для наших людей, правильно? Да, это вот очень, да, да, сейчас задержка есть, но я тебя слышу. Я говорю, это очень важно именно для наших людей, кто находится в особенности в Украине, в России немножко более развитое это все, но в любом случае, вот эти вот проценты забирают большой кусок. В двух словах, какого рода платежные системы ты бы порекомендовал для того, чтобы выводить деньги извне, заводить их в Украину, то есть, хотя бы название, то есть, не рассказывай про СССР, а вот по-правильному твоего опыта. Смотри, ну, у нас просто опыт был в IT, мы по такой же схеме работаем, что у нас есть, ну, по сути, компания в Америке, да, которая просто взаимодействует с нами как ФОПы, да, по сути, мы получаем деньги сюда как ФОП по внешнему договору, поэтому, по сути, это обычная история. И по платежной системе, ну, опять-таки, у нас чуть-чуть хитрая история, мы не можем сказать, что за, как мы это все делаем, но, по сути, принимающая сторона, которая принимает деньги у вас на сайте, это, ну, не знаю, насколько я понимаю, что это может быть PayPal, если это там Европа, может быть, ну, и карта, если это US, ну, у нас чуть хитрее, детали рассказать не могу, вот, но, по сути, если хочется легализироваться, то я знаю, что есть люди, которые делают и в Польше PayPal, это можно сделать, это можно сделать в России, ну, то есть, у меня есть знакомые, которые, по сути, сели, взяли билет там в какой-нибудь Краков, прилетели, это все сделали и работали. По крайней мере, для старта этого, ну, должно хватить, вот, но тут уже в зависимости от аппетита. Ну, да, и с PayPal снимается день или через Pionier на Monobank или еще каким-то похожим образом, правильно? Да, ну, у нас, по сути, такого потенциона нет, потому что у нас там все проще. Нет, я имею в виду для начинающих, для начинающих это вот такого рода, получается, идут выводы денег. Да, плюс еще, плюс еще, как бы, закинул такую идею, что есть даже в Украине, есть компании, которые вам могут предоставить свой PayPal, ну, условно говоря, какую-то аренду и так далее, да? Я тоже с этим столкнулся, да. Да, они не какие-то там, то есть, понятно, что это не самые сладкие условия, но, тем не менее, если есть желание попробовать, с этого можно стартовать, мы тоже с этого стартовали, вот. То есть не нужно, не нужно садиться ехать там, не знаю, в Сан-Франциско, в самый дорогой банк, открывать там карту для того, чтобы там приполучить 19.99 с Shopify. Поэтому, ну, вся информация, на самом деле, есть в Гугле. Я думаю, что в любом регионе можно что-то найти. Плюс всегда есть кто-то, кто такие аккаунты, которые дают или в аренду, или пользоваться, и так далее. Можно даже найти, я думаю, что среди там, условно говоря, кучи историков, когда уехал в Канаду или там куда-то, ой, а можешь там сделать мне открыть компанию, я там просто попробую. И люди с этого стартуют. Поэтому я не думаю, что это сейчас, ну, такой нерешабельный вопрос. Скажи, вот, это, я думаю, будет основной вопрос, и потом еще один. Ментор, вот именно человек, который с опытом рядом с тобой, и это не касается даже нашей ситуации. Возможно, у вас были менторы ранее в IT или вообще в жизни. Ментор в направлении, в котором ты пытаешься развиваться, в спорте, в бизнесе и так далее. Важен ли, насколько он важен, и вот что бы ты со своей стороны порекомендовал тем, кто смотрит сейчас? Смотри, я считаю, что он важен. Ну, это, знаешь, как вот обычные аналогии приводят, что там, когда на футбол идут, то без тренера они почему-то не начинают. А в остальных, там, в бизнесе это такая очень не сильно принятая история. У нас, с партером, есть менторы и бизнес-менторы, да, которые мы работаем там в раз в квартал, да. Есть ли, которые работают там с нами конкретно, под наше направление, да. Есть, там, у меня и у партнера, у нас есть какие-то менторы, там, тренера, да, даже спортивные. То есть это, ну, скажем так, можно пытаться на опыте, да, идти на своем и на своих ошибках. Можно, ну, по сути, задешево, относительно того, чтобы ты сам платил за свои ошибки, за очень дешево взять чей-то опыт и намного быстрее и дешевле пройти какой-то путь. Поэтому я, ну, как бы, настоятельно рекомендую вот эту историю. То есть не нужно воспринимать это как, ну, особенно в твоем случае, когда ты сам руками это делаешь каждый день, да, и у тебя там, знаешь, как самая свежая какая-то инфа, ты можешь даже посмотреть, сказать, вот знаешь, попробуй вот такое-то, вот такое, потому что мы вот тестим уже неделю, это очень упрощает и сокращает вот путь к каким-то целям. Поэтому я, не знаю, я, возможно, какой-то, знаешь, из серии не оперегиб в плане того, что всегда должен быть ментор какой-то, но это штука, которая, ну, позволяет двигаться намного быстрее. Поэтому я очень рекомендую. И рекомендую вот работу с тобой именно потому, что у тебя нет, как сказать, потому что, во-первых, это регулярно, а во-вторых, это, ну, конкретно по делу и конкретно по твоей ситуации. То есть если мы могли с тобой поговорить взагали про, если бы ты сейчас мне рассказывал про, как тратить там 200 тысяч долларов в месяц, да, то в моем случае это просто неприменимо. Я бы тебя послушал бы и, возможно, бы там нолик бы один убрал бы с этой цифры, но не факт, что это бы сработало так же, как и у тебя с этим ноликом. Поэтому тут очень важно, ну, чтобы было такое вовлечение и наш результат, он пока промежуточный. Я не говорю, что ты знаешь, мы там уже чемпионы сделали там все, что хотели, но наши цифры, вот видишь, они говорят сами за себя, мы там выросли в несколько раз за пару месяцев, вот, ну и дальше у нас есть очень амбициозные задачи, поэтому так просто будет быстрее с кем-то, кто понимает, что делает. Поэтому здесь я сто процентов рекомендую. Супер, да, я поддерживаю тебя в этом плане, потому что менторы у всех есть, даже у Билл Гейтса был свой ментор, у каждого человека был свой ментор в жизни, просто для, особенно для нашей страны, многим людям это непонятно, в Америке это развито в плане наставничества. Для меня, даже взять мою жену, в пример, она вообще не понимала, что это и как такое возможно в нашей стране, ну, вообще в наших русскоязычных странах привычно, если человек успешный, он не будет делиться своим опытом, потому что кто-то отожмет, заберет или еще что-либо, то есть все сидят тихо, закрыт рот, что они делают. А вот, брат, ну, вот я, например, взял методику за границей, то есть то, что действительно там происходит. Чем больше ты делишься, тем больше ты набираешься навыков, тем больше ты развиваешься как личность. И действительно, ну, во-первых, благодарю, что ты меня рекомендуешь, это приятно. А во-вторых, то, что просто в любом направлении, давайте забудем о том, что мы сейчас говорим о бэкоммерсе, в любом направлении у вас должен быть наставник, обязательно, потому что без этого далеко не уйти. Это я скажу со своей колокольни, потому что тоже, если бы не в мое время мои наставники, я бы, скорее всего, просто был бы потерян и на этом все закончилось. То есть, да, подытожив, можно сказать, что для того, чтобы быть успешным, не бойтесь делать какие-либо знакомства, то есть я имею в виду начинать новые отношения с новыми людьми. Будьте немножечко открыты, тем более интернет сейчас нам это все позволяет делать и не только где-то по соседству в соседнем, на соседнем переулке улице, а даже на другом конце света, то есть где я нашел своих менторов. Обязательно будьте более открытыми и при этом всем у вас будет больше шансов на победу. В конце хотелось бы, Жень, задать тебе вопрос, чтобы вот один главный момент, который ты бы порекомендовал любому начинающему человеку, который вот у него и сейчас есть задача, мечта, да, выйти, наконец-то, из этих красивых бегов и, наконец-то, попробовать себя в том же e-commerce, да. Что бы конкретно ты порекомендовал бы начинающему человеку? Такой вопрос вроде простой, но не знаю. Я бы порекомендовал бы, слушай, ну я бы действительно порекомендовал бы ему, вот, наверное, если человек без какого-то бэкграунда, да, я бы порекомендовал бы ему взять, ну то есть взять какие-то знания, либо в виде ментора, либо в виде чего-то твердого. Это очень важно, не у людей, которые там говорят, что они там оборачивают миллионы и так далее, а какие-то простые и понятные шаги, которые, ну, позволят дать какой-то результат. Вот, и если говорить про e-commerce, то здесь, ну, вряд ли, тут нужно быть сразу готовым к тому, что будет, ну, 100 тысяч, 500 каких-то проблем, причем, скорее всего, даже в первый день, может просто случиться все, что угодно, и эти проблемы, они там, как грибы, там, то здесь, тут пятое, десятое, и надо просто их, как бы, понять, что их будет очень много, и просто дубасить целыми днями, и они так или иначе, ну, каким-то образом будут там, сходить на нет. Относиться к этому просто правильно. Мне кажется, они самые... Воспринимать эти ошибки правильно ты имеешь в виду, да, то есть то, что бы не произошло, это часть пути, и это, как бы, не является проблемой. Надо просто к этому относиться проще. Да, и, ну, быть готовым к тому, что приходит, ну, придется там, если без мата сказать, ну, как-то очень много работать, да, потому что, ну, здесь вот все, вот я сейчас с тобой говорю, я у меня под твоей аватаркой со скайпа, у меня вот моя таблица, у меня как скоро на рабочем столе уже будет, то есть ты, когда смотришь на нее, ты понимаешь, что, ну, вот сегодня, там, сегодня такой день, и ты работаешь вот здесь вот одним маленьким квадратиком, да, и целый день это уходит. То есть это бизнес, и эта история, скорее всего, для таких, ну, возможно, настойчивых, вовлеченных и таких немного упоротых людей, которые готовы, ну, вот, долбить в одну точку длительное какое-то время, да, и готовы видеть вот этот маленький-маленький-маленький прирост там изо дня в день, да, который там на периоде месяца в портал, он может превратиться в какие-то уже более интересные шаги, вот, поэтому, если думаете об e-commerce, ну, то есть то, на чем мы попали конкретно, да, вот, с моим партнером, мы думали, что сейчас, о, эге-гей, сейчас там, ну, быстро тут, все быстро получится как-то. В общем, быстро получилось столько денег спустить, вот. И то мы там, знаешь, это еще растянули так все красиво, еще потратили кучу времени, поэтому я рекомендую, если вы заходите сюда, ну, сразу приготовьтесь, что будет куча всяких каких-то непонятностей, вам может каждый день показаться, что все пропало и все капец, но на самом деле, вот, допустим, даже когда, вот, я работаю с тобой, я думаю, вот для меня вопрос сегодня днем какой-то возникает, вечером, который, мне кажется, все ставит под вопросом, все, что мы делаем. Я с тобой пообщался, я понимаю, что, да, блин, это, как бы, ситуация штатная, да, сложно, но выходим вот так вот. И быть готовым к тому, что эти трудности будут, но желательно взять себе ментора, который может тебе, ну, как бы, градус твой проблемности этой вот как-то снизить, да, показать, что можно делать и просто не переставать добежать, потому что, ну, мне кажется, что, ну, и коммерс такой вот для любителей быстрого бега, и, знаешь, это не спринтеры, которые добежали 100 метров и все, а мы, как эти, как эфиопсы, которые могут, там, по 24 километра на сумасшедшей скорости, но вот под такой, мне кажется, склад характера и ума, и вот, ну, под такой вот, такой азартный какой-то, мне кажется, этот бизнес, ну, он нам очень нравится, и если вы хотите видеть сразу, что вы приносите какую-то пользу, а если в вашем магазине что-то купили и что-то покупают стабильно, то значит, что то, что вы делаете, это не просто так, да, и вы не просто там, ну, не знаю, оказали консультацию по какой-то теме, в которой вы не разбираетесь, получили деньги, но чувствуете, что какой-то осадок такой, что вроде бы ничего толком и не сделал и пользу не принес, то и коммерс – это очень такой понятный инструмент, как понять, что ты, ну, этому миру в плюс работаешь, да, то есть ты что-то делаешь такое, что люди хотят, покупают, платят за это тебе деньги, и ты на эти деньги можешь как-то развиваться и становиться, ну, свое влияние как-то увеличивать, поэтому, ну, мне кажется, что действительно, коммерс это такой вот очень динамичный, интересный, и реально он без, мне кажется, без какого-то потолка бизнеса, ну, то есть, если ты спратишь меня, как мне сделать из, там, моей цифры, там, перерисовать еще один нолик, ну, я уже примерно понимаю, что нужно делать, я могу не знать детали, да, но я точно понимаю, что есть ты, у которого этот нолик, возможно, уже есть, а может быть, не один, есть еще кто-то у тебя, у кого еще два нолика, да, там, дальше, поэтому в этом плане он, мне кажется, уже все равно входит в какой-то топ всех, топ бизнесов, которые есть, там, в сегодняшний день, да, он там, в какой-то пятерки, шестерки, там, точно мотается, да, в пятерки, в пятерки, да, поэтому, ну, плюс, если посмотрите на график того, как он растет, уже сколько, там, лет 15 он растет, и еще лет 15 он будет расти вообще просто в космос, да, но говорить, что там ниша плохая, там, рынок падает, и поэтому мне не получается, ну, точно нет, знаете, если бы, там, допустим, зашли, там, не знаю, куда-то там, в биткоин, когда он падал, можно говорить все, что угодно, да, что там, ну, рынок упал, но вы коммерс, а тут, мне кажется, очень трезво, видно, вот, хорошо ты работаешь, вот, есть результат, если что-то не получается, то не нужно искать, там, проблему вовне, то есть, скорее всего, вот в этой твоей или моей, у нас разной, наверное, табличке, есть какие-то моменты, которые нужно просто докрутить, там, может быть быстро, может быть долго, поэтому, супер, да, это, не знаю, лично нам в этот бизнес вот будет. Да, у меня звук притормозил, извини, перебил. Отличный, вообще, момент подытожить, во-первых, Жень, спасибо тебе за этот звонок, потому что ты поделился очень большим количеством информации, я надеюсь, что люди воспримут ее как полезную, я имею в виду, послушают, в какой-то момент задумываются вообще, стоит ли им в это нырять, потому что это действительно тяжелый труд, как и любая работа, особенно первоначальная, это сейчас, пополнился временем, у тебя ты сам увидишь, выстроится так, вот, что у меня есть свободное время периодически, раньше работал по 15-18 часов в сутки, сейчас я сплю больше, я раньше спал реально там час-три, то есть, реально, были такие победы, которые люди даже не верят, а по факту это было, это начало, это начало, главное выработать систему, и вся твоя информация, которую ты только что дал, твой фидбэк, я надеюсь, все-таки, хотя бы нескольким людям, которые просмотрят, и всех людей, потому что, к сожалению, это невозможно достучаться до всех, но хотя бы несколько парней или девушек задумаются, возьмут во внимание, запишут какие-то основные идеи и планы, и просто примут это на свой счет и начнут действовать. С моей стороны хочу подытожить одним, если вы следуете за кем-то и особенно оплачиваете данную услугу, то есть, у вас есть или наставник, или даже родители, кто угодно, и вы знаете, что этот человек успешен в том направлении, в котором вы хотите быть, пожалуйста, не бегайте влево и вправо, работая с этим человеком, не ищите с левой и вправо дополнительных каких-то знаний в ютубе или еще чего-то, и начинать просто потом создавать мусор в своей голове, то есть, вы должны отталкиваться от того, что вам говорит человек, которого вы решили слушать, во-первых, и второе, отталкиваться от вашего личного опыта, то, что на самом деле у вас работало или нет, потому что, как это говорится на английском обычно, это jumping from left to right and from one shining object to another one. Вот это как раз касается всех, пожалуйста, следуйте одной стратегии, слушайте одну персону, которую вы решили слушать и отталкивайтесь от вашего опыта. Это было очень круто сегодня, я благодарю тебе, Жень, за твое время, я знаю, что это очень сложно, тем более в вашем вот динамическом вашем росте. Желаю успехов, и я понимаю, что в ближайшее время мы с тобой, возможно, еще пообщаемся о семи фигурах, сделанных вместе. А чего возможно? Так и будет. И коммерс, ты правильно сказал, растущий, и если делать все правильно, то я думаю, вы к середину года уже выйдете на семь фигур. И я хотел бы тогда лично уже встретиться, уже без скайпов, пообщаться и записать наше интервью уже на более серьезные темы. Договорились? Да, супер, спасибо большое. Давай, удачи, хорошего дня, тогда на связи. Всем пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok